Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Продолжение следует... 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 то пусть и не спережется. А если жене стыдно быть остыженной или обритой, то пусть покрывается. И так муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ, и слава более. Жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове знак, на голове своей знак, власти над ней, для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа, Господи. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Но если жена растит волосы для нее, это честь. Так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто-то хотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни церкви Божьей. Но полосили у вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церкви, между вами бывает разделение. Чему отчасти верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открыть между вами искусство. Далее вы собираетесь так, чтобы, что это не значит кушать вечерю Господнюю. Ибо всякий поспешает прежде других, есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной пивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? И не пренебрегайте церковь Божью, и уничижайте неимущих. Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалить. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус. Ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил, сказал, «Примите и едите, сие есть тело мое, за вас пламинное, сие творите мое воспоминание». Также и чашу после вечерин сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, и сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб, сие и пьете чашу, сию смех Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб, сие или пить чашу Господню недостойную, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывая за себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сеть. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет о суждении себе, не расширяя теле Господня. Оттого многие злослемочные и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами и себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осуждены смело. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочие усмотрю, когда придут. Итак, апостол Павел говорит в Коринфе о том, что будьте подражатели мне, но не просто мне, а мне как Христу. То есть апостол Павел говорит, я подражаю Христу, то есть возьмите пример с меня, я подражаю Христу. То есть делайте так же, как я, а я подражаю Христу. И далее он продолжает, что хвалит, за что хвалит? За то, что вот то учение, которое он говорил в Коринфе, они держались от этого учения. То есть уже учение еще не разлагало. Хотя, в следующем послании, в втором послании Коринфе мы уже будем читать о том, что появляются уже учителя. То есть уже появляется вот это разлагало. Но на тот период, когда апостол Павел это пишет, он говорит, что хорошо, что вы стоите в этой истине. То есть еще эта истина, которую Роман рассказал, она не закончилась, то есть держится. Теперь следующий вопрос, который возник о женщинах церкви. Коринф город был богатый по крупности, средний город в мире. И женщины, понятно, в этом городе, плюс служение в храмах несли женщины в большом объеме, жрицы любви, так сказать, да? Поэтому вот такое женское доминирование в Коринфе было достаточно. Если во всем мире женщины были, ну, так сказать, в смирении, в какой-то мере, да? То в Римской империи, в самом Риме, в Коринфе, в общем-то, женщины достаточно о себе высокого мнения, по сути своей. И они требовали к себе вот такого какого-то особого внимания. И эта проблема проникла и в церковь, проникла и в церковь. И что произошло? Что произошло? Проблема стала, ну, вот Павел придерживается, придерживается того, что всегда евреи придерживали. То есть, женщины на улице не появлялись, типа, как-то головой. Это, кстати, не только евреи поддерживали. Это поддерживали и некоторые римские народы Римской империи, да? То есть, по сути, это было. То есть, женщина покрывала свою голову. То есть, это было, как, ну, норма. То есть, какая норма? Норма покрытия головой. Но мужчины не покрывали голову. Это в молитвах, это, по-моему, еще берет тот евреев, уже не Богу, да? То, что они раньше всегда имели. Поэтому этот вопрос, по сути, тоже очень и сегодня актуален. Почему? Потому что некоторые говорят, что обязательно покрывать голову, некоторые говорят, что не обязательно покрывать голову. Я выскажу свою позицию, потому что кто-то скажет, что это древность, это обычаи древнего мира. Здесь вопрос даже не стоит в обычае. Здесь вопрос стоит в смирении женщин. И, по сути, те, которые сегодня в собрание приходят с непокрытой головой, это, по сути, мятеж, это всегда мятеж, это женщина-мятежница, то есть она к себе особого внимания. И вот как только она смирится, как только она смирится, когда она и будет покрывать голову. Поэтому вопрос сегодня не заставлять надевать платки в собрание, а вопрос сегодня, чтобы было крутость и смирение. Вот придет крутость и смирение в собрание, все появится. Не будет крутости и смирения. Ну, не заставить, в любом случае, это невозможно, и это вопрос такой. Конечно, некоторые берут это место писания и пытаются женщин заставить. Я бы не заставлял, я бы не заставлял, но и не позволял своего ничьи. Потому что все равно по покрытию головы, вот здесь апостол Павел, и показывает, он говорит, даже по природе, даже по природе, женщина имеет длинные волосы. То есть изначально по природе Бог созидает так, что женщина имеет длинные волосы. То есть изначально она покрыта. То есть это ее, как сказать, отличие от мужчины. Отличие от мужчины, женщины, это длинные волосы. Длинные волосы, то есть уже само по себе природное покрывало. И здесь проводится такая параллель, что раз уже Бог даже давал такое покрытие, это как покрывало, то тем более, что сама женщина должна осознать, что в служении Богу тоже должна покрывать Бога. Вот. А мужчина не должен, потому что это ему не дано. Это отличие мужчины и женщины в служении. Вот. И вот обращу ваше внимание на восьмой и девятый стиль. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Это говорится о сотворении. О сотворении. Вы помните, что Ева была создана таким образом? Из плоти. И Адаму. Вот. Поэтому изначально муж был во главе. И вот эта подчиненность, она была изначально предназначена Богу. И еще десятый стиль. Ему жена и должна иметь на голове свой знак власти на дне для ангелов. Ну здесь множество толкований. Я бы выбрал такое. Я бы выбрал такое на десятости их толкования. Вы не забываете, что ангелы тоже прошли через мятеж. И третья ангела была увлечена дьяволом. Но осталось две трети. Две трети сейчас смотрят на людей с какой стороны? Люди, которые сейчас приходят к Богу, к Божьей, да? Они имеют статус выше ангелов. Дети Божьей имеют статус выше ангелов. И соответственно ангелы, которые есть ангелы в церкви, да? Может так происходить, что они, видя мятеж женщин, да, шестерка. Они, видя мятеж, они могут сказать, ну вот дети Божьи в мятеже, и мы, значит, тоже в мятеже. То есть они не будут это принимать, им мятеж не нужен. Они остались на Божьей стороне. Они не ушли с дьявола в этом мятеже, когда он был, поэтому им тоже не приемлен мятеж. И соответственно они готовы сегодня помогать сестрам, готовы защищать их, но они не приемлены, когда те в мятеже находятся. Вот и все. И покрывая голову, они видят, кто не в мятеже, то есть покрывая голову, она не в мятеже, и соответственно ангелы будут ей помогать защищать. То есть они как бы согласились с ним, они ведь смиреннее, вот и посидят. Вопрос тогда, наверное, тоже заинтересует. Косылку всегда носить на голове? Вот я, например, сегодня не пила косылку. Это касается собраний или всех? Ранее в традиции всегда везде, везде, кроме дома. Выходит уже и вали. Сегодня, допустим, в какой-то мере традиции мира изменились, поэтому мы основывали все-таки на словах Божьих молитвы и пророчества. Ну, некоторые, как бы, находят тоже момент и говорят, ну, это бишь, что они пристанут молиться. Я вот захочу помолиться, а косылки нет. Но это неправильно. Дело в том, что здесь ведь апостол Павел о чем ведь говорит? Смотрите, он уже не говорит только все, он говорит сразу о церкви. Он начинает о церкви, он говорит, у вас церковь, у вас есть учения. Он уже говорит о собрании. Он уже не говорит о какой-то отдельной сестре, ходящей по улице, понимаете? Он говорит о собрании, о него отдельной сестре. Внимательно читайте. Глава так называется «Порядок на собрании». «Порядок на собрании» глава называется сначала. Поэтому в этом отношении мы не можем изменить то, что писал апостол Павел, а он писал все-таки к порядку в собрании, а не в отдельной линии. Вот. А то, что есть вот дальше такой стих, который, посмотрите, потому что Никитарство обносит это и ко всему. Вот обратите внимание, этот стих. «Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе». Видите? То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что не бывает мужа без жены. То есть есть брат. А муж, если его назвать муж, то значит у него есть жена. Как если говорят, что это жена, значит, соответственно, должен быть муж. Но они в Господе. Семенька в Господе. Семенька должны быть в Боге. То есть у нас не может быть в церкви семьи не в Боге. То есть не может так быть, чтобы мы кого-то благословляли на брак, не в Господе. Это не будет. Вот. Поэтому в этом отношении, конечно же, в этом и есть предназначение. То есть собрание и мужа жена, и всем Господь. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Ибо надлежит быть и разномыслим между вами, дабы открылись между вами искусны» Вот, кстати, многие 19 стих неправильно толкуют, неправильно толкуют. То есть, декста и давайте спорить. в чем этот стих вот как я его понимаю кстати в английском переводе по другому где нужно что звучит в английской Библии значит в чем здесь суд вспоминаем израильский народ который идет из Египта мятеж поклонение идолам и Бог говорит не все выйдут вошли только двое в обиталную землю те которые доверились полностью Богом так и здесь открылись между вами более искусственные те которые предначертаны для спасения те которые Бог определил для спасения те которые будут спасены вот почему сегодня если мы заходим в собрании думая что все будут на небе маловероятно не все в собрании являются теми кто будут на небе хотя этого очень хочется но вот эта конфликтность вот эта проблемность она и существовала и существует потому что Бог определил вот те которые более угодны Богу то есть кто угодит Богу и вот эти угодные Богу они и будут на небесах вот это очень важно понимать вот а что происходило в Каринфе происходило разделение разделение происходили на какой почве на почве финансовой город ну город барыг будем так говорить грубым словом торгашей город торгашей и в городе торгашей главные критерии это состояние денег то что и сегодня вот пытаются навязать для разделения верующих их разное финансового благополучия будем так говорить и что происходило что происходило они собирались постоянно по домам но те кто был побогаче они приносились с собой да и был побогаче и ели сами а те кто победнее у них не было такой богатой еды и они как бы оставались практически голодными и вот Павел говорит вот как это так это неправильно это неверно но доходило до того что те которые больше приносили они даже напивались пьяными уходили а вечеря это была после ужина после ужина была вечеря то есть в итоге что происходило в итоге происходило провести вечерю а кто-то уже пьяный валялся вот что было вообще этому проблема была очень серьезная и Павел говорит для чего собираетесь вы для духовного собираетесь или покушать он спрашивает у вас что домов нет чтобы дома покушать почему почему пренебрегаете церковь и унижаете неимущих то есть Господь наоборот говорил делись всем а у них идет обратное что сказать вам похвалить за это не похвалю и далее он приводит пример что он от самого Господа потому что он не участвовал в вечерях он говорит я от самого Господа это приедем то есть сам Господь не повелел так делать и рассказал о примере который Иисус дал вечерю не забывайте что вечеря которую Иисус дал ученикам она тоже была после ужина правильно она тоже была после посвального ужина поэтому и Павел приводит этот пример он и говорит что Иисус дал этот пример всем и мне в том числе я его передал и вам то есть и чаша и хлеб и чаша это символы символы воспоминания то есть вспоминайте вы обо всем то есть вы видите это и если вы как бы видите этот хлеб и чашу как символ тела и крови тело которое ломимо на Голгофе кровь пролита была но неужели есть пренебрежение к Христу неужели вот еще возникают какие-то проблемы этому Павел говорит что кто будет не достойно принимать то он уже виновен против тела и крови Господня этому испытывает себя человек и таким образом пусть есть слева сего и пьет исчерзший сеть то человек должен себя испытывать а не просто принимать лечебник ибо кто ест и пьет недостойно то если пьет рассуждение себе не рассуждая о теле Господне вот это тоже очень важный момент рассуждения о теле Господне дело дело в том что если вот сегодня взять православных и взять нас евангельских христиан да ну это более понятно в нашем сегодняшнем обществе то православные согласно решению они считают нас еретиками за неправильное применение криумлянным то есть они считают что мы еретики православные не считают нас братьями и сестрами православные считают нас еретиками потому что мы еретики что мы неправильно принимаем криумлянным понимание православной идеологии это настоящее тело и настоящее кровь поэтому при сверке настаиваются и чаша с вином настаиваются на чем-то черепе в течение месяца в течение месяца настаиваются на чем-то черепе какого-то святого умешившего уже давно но так как бы все действительно проходит все превращается и так далее и так далее то есть это люди порой не знают люди как бы не следующие зачастую в этом во всем но все всегда говорят мы православные мы убеждены мы знаем это все но все что связано с этими делами это конечно очень опасно и очень серьезно и вот люди просто не задумываются об этом а слобода говорит размышляйте размышляйте почему потому что вы за это можете быть осуждены бога то есть бог может осудить вас за такое пренебрежение к нему потому что это ведь образ его тела его крови то есть его тело его крови такого пренебрежения и вот православие не называют братьями и сестрами называют нас еретиками по причине того что мы не признаем что это настоящее тело и настоящая кровь мы хлеб и вино рассматриваем как прообраз то есть похоже то есть воспоминание ассоциация представление себе то есть мы не говорим что хлеб это настоящее тело и вино это настоящая кровь а в православии это настоящее тело и настоящая кровь в этом отношении и это должно проникнуть человека настоящее тело и настоящая кровь и тогда человек христов мы же говорим о другом мы говорим о духе святом дух святой который проникает в человека он полностью его освобождает разум дает ему силы то есть совсем другое изменение они говорят о изменении посредством проникновения тела и крови христовой то есть настоящее тело христа и кровь его проникают, ну, то есть там как бы цепочка идёт, то есть вот апостолы передали кому-то, те чашу, да, дальше, те другим, те другим, ну и так далее. И вот доходит до того, что вот эта чаша настаивается вместе с хлебом на чьей-то уже голове умершего святого какого-то, который тоже участвовал в тех хлебопреломлении, которые тоже в нём были, как тело, да, ну, такая цепочка. Эта цепочка, и она здесь идёт, не должна прерываться. Поэтому если нас сегодня спрашивают, вы христиане, мы говорим, да, христиане, вы такие же как православные, некоторые говорят, да, вы такие же как православные. Православные не считают нас такими, мы еретики, для них то есть конкретно еретики. И именно только по проблеме телоопреломлении. Не по проблеме веры во Христа или знания Писания или ещё что-то, а именно только по одному этому вопросу теологическому, мы должны быть сожжены на костре. Ну вот, пока костров нет, пока, но и принятия нас тоже нет. То есть они не могут нас теологически принять, то есть они не смогут с нами разделить вечеринку, понимаете? То есть православные не будут принимать у нас вечеринку. или есть такое ещё слово греческое, евхаристия, то есть благодарение. И мы, значит, не можем у них принимать, потому что у них уже это граничит, ну, я не знаю, с полдовством, с языком. Поэтому мы там не принимаем, они у нас не могут принять. Поэтому в отношении, как некоторые говорят, какая разница, во что веришь, мы все одинаковые, ну, знаете, можно так до всего договориться. Вы скоро уже себя и с колдунами будете одинаково считать и со всем. Потому что вот здесь какая-то позиция, ну, давайте все друг друга обожать, давайте друг друга все любить. Вот только что мы прочитали с вами стих. Открылись те, которые нужны Богу, понимаете? Даже в Ивангельском собрании не все нужны Богу. А уж там преподавцы. Поэтому откроются те, кто нужны Богу. В собрании для чего нужны? Для того, чтобы открылись те, кто нужны Богу. Они откроются обязательно. Те, кого хочет Бог видеть на небе, они открываются в собрании. Они где-то на стороне, на улице. Потому что то, что даже человек пришёл в собрание, то, что он показал, то, что он и так далее. Потому что некоторые приходят в собрание для чего? Где-то выгодно, где-то время чем-то занял, где-то ещё что-то. Кто знает, как и мысли у человека? Нам вроде кажется, что он духовен, а он, может, обычный плотской человек. Но Бог-то знает. Поэтому, кто угоден Богу, это открывается. И как раз самое открытое, это будет через скрепотное умение. Почему? Потому что, смотрите, мы даже по своей жизни не пропускаем хрепотное умение. Согласитесь. То есть, если человек пропускает хрепотное умение, уже настораживает. Уже настораживает. То человек пропустил хрепотное умение. Как так? Это вообще? Что такое? Я даже помню, у нас был какой-то период с писятниками, что ты разу не участвовал в хрепотное умение, отличаясь от церкви. Но это уж крайности, конечно. Может, человек уехал, когда-то и ничего. Но по сути своей очень серьёзное отношение к хрепотное умение. То есть, если человек не принимает участие в хрепотное умение, уже, уже подозрительный. Уже значит, нужен ли он Богу. И вот в этом отношении это ведь решение самого человека, понимаете? Мы же не видим сердце. Конечно, было бы легко, вышел паста в колодки и отсюда там или что-то. Но мы же не знаем, мы же не видим. Поэтому мы видим только то, что нам открыто. А нам открыто наше сердце. Наше сердце вот и мы должны видеть. И если всё в порядке, если всё верно, мы и будем на небесах. Тогда звучит вопрос, если я не хочу сказать, ну, все попадут на небо. Тогда, как объяснить, что Иисус говорит, не все говорящие мне, Господи, Господи, выйдут, Са Святой. И многие в то время скажут, твоим именем даже делали дела. Он говорит, я вас не знал. Почему не знал? Потому что пренебрежение к Богу, это вот... В чём вина была евреев, которые не усиливали бетон на землю? В чём их вина была? Бог их постоянно терпел. Он терпел, что они кричали, до еды. Он терпел, что то не нравится, это не нравится, где вода... Всё давал. Но из-за чего они были решены всего? Только из-за одного. Они стали поклоняться едам. Они слепили едам. То есть они, по сути своей, вернулись в религию языческую. Языческую жизнь. То есть они, видящие чудеса Божьи, Бог заботал, они всё, а они поклоняются дьяволу. Это не запустить. Поэтому здесь, конечно же, ну это как объяснить? Как объяснить? Ну, чтобы было более понятно, чтобы было более захочу. Юноша с девушкой познакомился, всё, она говорит, я твоя невеста и так далее. Он приходит, а она с кем-то в других постелях. Понимаете? Это вот и есть. Ревность, да? Ревность. Одно из качеств Бога — ревность. То есть он не приемлем вот это предательство такого. Он не приемлем. Поэтому даже церковь называют невестой. Невестой беспитная, беспорока. То есть числей. Та, которая не предаст, та, которая будет с ним. Она пройдёт через скорби, через трудности, через сложности. Но она будет верна ему. Вот в чём суть-то. Поэтому и должно определиться вот те искусные, то есть те избранные, те особенные, они должны определиться. Они должны определиться. Потому что разделения идут, но определятся, определятся те, те, которые нужны Богу. Вот. Ибо кто ест и пьёт недостойно, тот, если пьёт в осуждение себе, в осуждение себе, не рассуждает тебе Господь. Оттого многие из вас немощные, больные и немало убирают. То есть дьявол имеет доступ, доступ до человека, отсюда и бесы, которые вызывают болезнь, отсюда и слабости, потому что бесы приносят возложение к человеку, и умирают. Конечно, бесы подталкивают людей к смерти. То есть человек пренебрежителен к Богу, соответственно, и нет защиты ему, нет возможности защититься от дьявола. А дьявол не хочет оставлять человека в собрании. Но в собрании человек изменится. И вот теперь возникает вопрос. Ибо если мы судили сами себя, то не были бы судимы. То есть если человек судит сам себя, то есть человек начинает осуждать сам себя, тогда зачем Божий суд? Человек должен понимать, что суд Божий. Будучи же судимы, наказываем все от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. То есть в любом случае, каждый человек, верующий в том числе, он приходит на суд. И суд другой. В чем этот суд? Суд состоит в этой верности Богу. Суд состоит в том, что человек был до конца верен Богу, не перешел на сторону дьявола, не поддался обману и так далее. То есть остался верным до конца. Поэтому сегодня, если есть какие-то наказания от Господа, некоторые эти наказания воспринимают как негативные, говорят, ну вот наказание и все плохо. Ну, Бог ведь и кого любит, того и наказывает. Вот. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. То есть, апостол Павел предупреждает, он говорит, ваше разделение от того, что вы каждый не заботитесь друг о друге. Любите друг друга, ждите друг друга. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение, а прочее усмотрим, когда придут. То есть, апостол Павел предложил то решение, если если кто голоден, тогда кушайте дома, а собирайтесь только уже на общение, ну, может что-то еще чуть-чуть поесть, и наедаться до того, что уже вот кто-то совсем наедается, кто-то имел как бы малое и долговое. Поэтому, конечно же, собираться, если вы на вечерю, а вечеря всегда, каждые встречи как бы заканчивались, не в этом отношении, чтобы значимость вечери была, значимость воспоминаний Господи были, апостол Павел предлагает, что им придать более серьезное значение нежели, которые существуют в Коринфе. Вопросы? Это говорит? Нет вопросов. Мы с вами сегодня рассматриваем главу посланий к Коринфе, поэтому мы надеемся, если вы еще раз хотите ее прочитать, это в Библии онлайн, или в поисковой системе, или на сайте 72000.ру, вы можете найти и прочитать, еще раз порассуждать, но я думаю, что это, конечно, тема более верующим людям, хотя и неверующие тоже, наверное, что-то для себя могут пояснить, прояснить, какие-то моменты духовные для себя тоже взять. Поэтому мы рады, что у вас есть желание изучать Слово Божье, и мы надеемся на милость Божью и на даре. Сегодня прощаемся, до новых встреч, пусть Бог благословит, сейчас мы будем молиться еще раз.